Да будет сила служить вам. Это аналог напутствия, да пребудет с тобой сила с её противоположной стороны, с тёмной. Ведь там, где джедай видит в силе союзника и высшую материю, ситхи видят лишь инструмент для достижения собственных целей. Увы, к рассматриваемой теме это не относится, так что забудьте, что я сейчас сказал. Много времени прошло с тех пор, как я выпустил ролик, где я подробно рассмотрел десяток теорий о тайне личности Сноука и привёл финальную, свою. Если кто-то заинтересован, вперёд смотреть, потому что дальше будет спойлер. И спойлер этот прост. По моему мнению, Сноук не что иное, как сюжетная дыра. Продукт бесталанности новых сценаристов и лишь один из бесконечно множества элементов, призванных навариться на франшизе, а вовсе не расширить этот выдуманный мир. Сноук, шут гороховый, недостойный того внимания, что на него обращено, как на персонажа, и того места, которое он занимает в лоре Звёздных Войн. Хотя, про место в лоре это я погорячился, лором здесь и не пахнет, он будто бы впихнут в события, как чернослив борща, выглядит совершенно неуместно. Честно, меня очень порадовали комментаторы, заявляющие, что для Палпатин точно так же возник из ниоткуда, и сведений о нём в рамках оригинальной трилогии было крайне мало. Да, ребят, не обижайтесь, но читая вас, я ещё раз наглядно убеждаюсь, на кого рассчитана новейшая трилогия. Ваш анализатор, может, и развит, я не знаю, но он настолько неприхотлив, что вы порой готовы подтягивать факты под свои убеждения, хотя стоило бы наоборот. За Сидиусом с первого же появления чувствовалась мощь, огромная мощь. И эта мощь никак не была связана с силой. Я, кажется, даже где-то слышал, что изначально Палпатин был задуман не как Сидх. Не важно, за ним чувствовалась мощь Империи. Собственно говоря, он и был Империей в том виде, в каком она существовала на тот момент. Режиссёрами и сценаристами это было показано просто гениально. Это не какой-то самодур на троне, это был мощный управитель, талантливый управитель. И даже со всем моим презрением к этой фигуре я не могу подобного отрицать. Дальнейшие события лишь ещё больше усилили этот эффект. Со Сноуком же история совершенно обратная, за ним не чувствуется могущество управленца. Все его военные достижения наличествуют не благодаря, а вопреки. Да, с момента выхода прошлого ролика мне настойчиво предлагали ознакомиться с новеллами, где якобы всё раскрыто и всё показано. Ознакомился. Лучше бы я этого не делал. Теперь я точно знаю, что на Звёздные войны больше в кино не пойду. Без сомнения, Дисней обладает талантом. Так талантливо угробить такую вселенную, превратив её в цирк Шепито, это ещё постараться надо. Там все резко отупели, и только это позволило Сноуку отвоевать хоть какую-то власть. Да и что он там отвоевал? Вы на карту далёкой галактики смотрели хоть раз? Все империасноуку вместилось на таком крохотном пятачке, что об их существовании вообще никто и знать-то не должен. Вы хоть представляете масштабы галактики? Уже минимум 30 тысяч лет она исследуется, но не исследована и наполовину, и оно и понятно. В неизведанных регионах притаились не то что планеты, а целые системы, населённые неизвестными расами или незаконными объединениями, не способными навредить действующему политическому строю, но лелеющими на то надежду. И тем не менее этот закуток сумел собрать ресурсов больше, чем вся империя Палпатина, то есть большая часть изведанной галактики. Но что самое смешное, повстанцы точно так же ничтожны в своих масштабах. Вот этот сброд, что показан в фильмах, это всё, что у них было. Да, вот эти полторы тысячи человек. В масштабах галактики это не противостояние двух сил, тем более Света и Тьмы. Это копошение в песке двух жуков, кто кого быстрее заборет и сожрёт. И затрагивает это противоборство лишь тот убогий галактический пятачок, остальные по идее об этом даже знать не должны. Им новости их родного города или планеты будут намного ценнее, чем какие-то там локальные бои, непонятно кого, непонятно с кем и непонятно где, а главное, непонятно за что. И также порадовали комментарии о том, что сноук мощнее Сидиуса в разы. Он, видите ли, душил через голограмму на огромном расстоянии. Господи ты, боже мой, какое достижение. Душил он на расстоянии. Напомнить, как Вейдер с орбиты душил адмирала в шагоходе на Хоте. Напомнить, как Нагасадо материализовал иллюзорный флот, давший бой республиканскому флоту. Ну а что-то я отошёл от темы. А что ж вы хотели, здесь всё настолько плохо, что мне трудно пройти мимо этого. Одно цепляется за другое, и вот я уже говорю безумолку. Однако тема ролика всё же иная. Как я уже сказал в начале, сноук не даёт покоя ни мне, ни вам. К мему удивлению, далеко не все поняли посыл предыдущего ролика и как один заладили о том, что я не рассказал о самой интересной и самой дельной теории, что сноук может быть Мэйсом Виндоу. Ребят, если вы действительно не поняли, давайте объясню на пальцах. Я лишь для мяса рассматривал эти теории, одна дебильнее другой, чтобы наглядно показать, насколько это мясо тухлое. Скелет же выражался в том, что сноук вообще не достоин всех этих теорий и размышлений, как, увы, и вся нынешняя вселенная Звёздных Войн. Эх, никогда не думал, что произнесу это. Что же, похоже, сегодня я понял, откуда растут ноги столь часто упоминания теории о Мэйси Виндоу. Я получил ссылку на один популярный канал, и именно там, на видном месте, нашёл эту теорию. Что же, это многое объясняет. Однако там же я нашёл и иное видео, с другой теорией. И именно его я хочу разобрать. Как вы, возможно, знаете, это не первый раз, когда я разбираю чужие видео. Однако в этот раз ни к ролику, ни к автору, ни к каналу у меня нет никаких претензий. Поэтому, чтобы в мою сторону не было обвинений в попытке похайпиться на популярном канале, я как когда-то попробую изменить голос автора. Моя прошлая попытка с треском провалилась, надо сказать, но я не волшебник, дорогие детишки. Так или иначе, меня интересует только теория, которой, я уверен, и не его вовсе, он лишь красиво её оформил. Но даже если это не так, к теме ролика это не относится. Ну и достаточно на этом вступления. Итак, теория гласит о том, что Сноук – это первый джедай. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Прежде чем начать анализ, хочу сразу сказать, что мой анализ также является не более чем теорией по своей сути. И по правилу теории я допускаю, что могу оказаться неправ, что в девятом эпизоде или каком-нибудь спин-оффе Сноук вдруг раскроется так, что все ахнут. Да, я слишком стар, чтобы верить в такие чудеса вопреки всему, что вижу. Вижу я деградацию вселенной, стремительную и неумолимую. Как я уже сказал, мои попытки ознакомиться с ней привели лишь к головной боли. Не в обиду фанатам будет сказано, но я не настолько глуп, чтобы получать удовольствие от столь уродливой вселенной. Поэтому в своих попытках провести анализ я буду опираться на старый канон. Конечно, это немного странно, мягко говоря, объяснять новый канон старым. Однако здесь эта думка в том, что старый канон содержит в себе то, чего напрочь лишен новый. Это здравый смысл. Ну а теперь сама теория, завернутая в оболочку толкового, должен признать ролика. Становится очевидно, что Сноук очень старый. Я бы даже сказал, древний. Поэтому давайте подумаем еще. В новолизации «Пробуждение силы» было написано, что он говорил Кайло, как наблюдал за рассветом и закатом Империи. Что можно услышать в аудиоверсии романа. В сети хотели теорию, что он может быть выжившим учителем Дарта Сидиусом, Дартом Плэкесом, который нашел способ сохранить жизнь в своем умершем теле. Ведь, как вы помните, Палпатик убил своего учителя, о чем он достаточно толстый намекнул Эленикину в третьем эпизоде. К счастью, он научил своего ученика всему, что знал сам, и тот убил его, пока учитель спал. Однако эта теория была официально опровергнута исполнительным продюсером Lucas Films Пабло Хидайга. Ну а Энди Сёркис, актер, который сыграл Сноука, сказал, что он новый персонаж во вселенной «Звездных войн». Так что, вероятнее всего, это правда. И Сноук действительно абсолютно новый персонаж. Да, я согласен, это персонаж, без сомнения, новый. Я уже рассказывал о том, что далеко не все из тех, кто работал над сценарием новейшей трилогии, вообще знали о существовании Плэкеса до недавнего момента. Однако, за чистую монету принимать это заявление все же не стоит. Во-первых, у них на руках карт-бланш. Они могут сказать, что это не Дарт Плэкес, учитель Сидиуса, ведь его нет в нашем новом прекрасном каноне, а какой-нибудь Дарт Плэкесус, который и был учитель императора, марабантник и рибан, ситхи не джедай, так что идите все в баню. Учитывая, как они относятся к комьюнити, с них станется. Ну и во-вторых, вспомните тот же «Бэтмен Аркхам Найт», как они клятвенно заявляли, что «Рыцарь Аркхама» — это совершенно новый персонаж, которого никогда не было в DC. Да, «Рыцаря Аркхам» не было, а вот «Красный Колпак» был. И тут их уже можно понять, особенно самому будучи в какой-то степени человеком творческим. Когда галтелые фанаты начинают губить своими догадками хорошую, по сути, идею на корню, то ты, желая не угробить интерес к своему проекту, идешь на всякие ущищрения, вплоть до открытой лжи. Но откуда он взялся, и почему о нем ничего не было слышно во времена событий предыдущих эпизодов? На это, похоже, есть ответ. В каноничном романе «Последствия. Конец Империи» можно было узнать, что Император Палпатин почувствовал присутствие тьмы в неизведанных регионах космоса. Император был убежден в том, что нечто ждало его там, некий источник силы, темная сущность, исходящая от неизвестной субстанции. Но, как вы знаете, Сноук — верховный лидер, то есть глава Первого Ордена, который как раз-таки и зародился в неизведанных регионах галактики. Так что вероятнее всего присутствием тьмы, которую почувствовал Палпатин и был Сноук. Тут возразить нечего, как и в случае с новеллой. Правда, я, продолжая стоять на своем, считаю, что, опозорившись с восьмым эпизодом, сценаристы в спешке перекраивают вселенную, придавая персонажам пустышкам вроде Сноука глубину. Но это лишь время покажет. На данный момент эти два нюанса идут на пользу теории. Впрочем, видеть рассвет и закат Галактической Империи — это не бог весть какое достижение. Она просуществовала всего 23 года до первой смерти Сидиуса. Даже если бы Сноук пафосно сказал «я наблюдал рассвет и падение Империи», всё равно бы это смотрелось блекло. Галактическая Империя сразу после раздробления возрождалась три раза в течение шести лет — Зинджием, Трауном и Палпатином. Люк Скайуокер тоже стал свидетелем рассвета и падения Империи. Это не делает его древним. В пробуждении силы мы слышали, как Ситрибер сказал, что планета Люка находится в месте, не занесённом в карты Галактической. Мы нужден сообщить, что карта, извлечённая из памяти BB-8, является фрагментом. Хуже того, не совпадает ни с одной из зарегистрированных систем. То есть планета Ахто находится в неизвестном регионе космоса. А на ней, как вы знаете, находится самый первый джедайский храм. И, вероятнее всего, Сноук связан с этим храмом и с самими истоками силами. Да, по принципу ружья на стене, если принять как факт, что сценаристы всё же не полные бездари, каждый элемент введён не случайно. Не нужно приумножать сущности сверх необходимости. Слышали же это выражение, верно? В литературе, кино, играх оно имеет одно из ведущих значений. Только профан будет вводить персонажей, события, локаций, которые не сыграют вообще никакой роли. Ну так вот, по той же схеме, Сноук действительно может быть связан с планетой, на которой обитает Люк. Однако обновлённая вселенная уже давно пестрит ружьями, которые висят на стенах просто ради того, чтобы висеть. Например, из восьмого эпизода смело можно удалить всю побочную линию Фина и их поход в казино, совершенно без вреда для повествования. Она там присутствует лишь потому, что негр обязательно должен быть в главных героях, вот хоть ты тресни. Поэтому сюжетную линию Фина с горем пополам протянули через седьмой эпизод и уже явно белыми нитками пришили к эпизоду восьмому. Какова вероятность, что все события новейшей трилогии окажутся точно так же не пришиты друг к другу теми же нитками, словно небрежное лоскутное одеяло? Увы, вероятность этого высока, и с каждым новым фильмом по вселенной она всё выше. Так что я бы не стал так уверенно сейчас говорить о связи Сноука с этой планетой. Ну а то, что Люк жил на планете с древним храмом, самым первым, ну а где ему ещё жить? На картах её нет, как я уже сказал, это не новость для далёкой галактики, но и джедаю жить в древнем храме проще, чем на болоте или в пустыне. Во всяком случае, ничем не хуже. А значит, что он может быть очень древним форс-юзером. Не спроста о древности, так и говорит всё, что с ним связано. В описании меча Кайло Рена, который достался ему от Сноука, указано, что этот меч древний. Ничего удивительного. Световые мечи могут пролежать до 4000 лет и продолжить работать. С заменой батарей, конечно. Однако, не дольше, как правило. Всё-таки, сила-сила, а если они не построены по технологии Звездной Кузницы и не умеют чинить сами себя, то они точно так же подвержены влиянию времени. Что там у нас было 4000 лет назад по новому канону? А чёрт их знает теперь, что там было. А вот по старому канону 4000 лет назад вовсю процветала империя ситхов на таких планетах, как Карибан, Зиост, Харделба и некоторых других. Именно в те времена жили легендарные Нага Садо, Марка Рагнас, Лудо Кресш, Аджунта Пол, Тулак Хорд. Ситхи, особенно древние ситхи, использовали множество таинственных техник, оплачая их в том числе и в необычные технические устройства. Ведь это именно ситхи изобрели современные световые мечи, а также множество их необычных форм, на вроде двулезвийного меча, полюбившегося экзорукуну и дарту молу, или же световой кнут, который использовала Гитания. Так что клинок с Гардой вполне мог быть продуктом той эпохи, учитывая, что как раз в среднем 5000 лет назад световые мечи перестали быть проводными с огромным рюкзаком-генератором на спине. А теперь вопрос, и что с того? Чтобы найти древний меч, не обязательно жить в те времена. У того же Сидиуса была коллекция артефактов древних ситхов. Не раз бывавшие на Корибане адепты, даже под сыровым взглядом призраков темных лордов, вполне могли что-то доприсвоить. Это вообще было нормальной практикой. Даже сердце датки Грауша умудрились свистнуть. Правда, то были не адепты силы, вообще не знаю, почему я об этом вспомнил. Наверное, потому что люблю историю ситхов. Обратите внимание на дизайнера Сири Рэм. Он также в некоторой степени древний, как и претерианские стражники Снука. Само слово «претерианский» происходит из Древнего Рима. Претер – это особая государственная должность Древнего Рима. Ими называли консулов и диктаторов, верховных правителей Рима. И у них был свой отряд элитных претерианских стражников. Так что даже политическая иерархия Первого Ордена отсылает нас к древности. Становится очевидно, что Снук действительно очень древний форс-юзер, который является адептом Тёмной Стороны. Здесь тоже нет ничего удивительного. Во все времена верховные чины и те же короли ситхов имели личную гвардию в особых доспехах. Палпатин её также имел, и, как любой другой ситх, уважающий древние традиции своего Ордена, пытался во многих элементах воспроизвести древнее наследие. Однако Палпатин не жил 4000 лет назад. Почему Снук-то должен был? В итоге из двух этих посылов рождается неверный вывод, мол, меч и доспехи древний, значит и Снук древний. Нет, не значит. Палпатин использовал древние голокруны ситхов и, снова напомню, имел личную гвардию, которая, кстати, в восьмом эпизоде показана именно калькой на неё, как и вся сцена, а уже только потом, на всякие древности. В новелизации романа «Пробуждение силы» также есть фраза Снука, о которой он говорит Кайлом. What you are made of? The dark side and the light. Значит, Снук уважает обе стороны силы и понимает, что знание светлой стороны даёт адепту тёмные преимущества. Вот мне совершенно непонятно, как получается такой вывод из скупой фразы Снука. То, что он признаёт как факт связь Рена со светлой стороной силы, вовсе не означает, что он её уважает. А уж из его хрипы точно никакого уважения не выудишь. Кроме того, кому приписан тезис о том, что знание светлой стороны делает тёмного адепта сильнее? Я не помню никого, кто бы так считал. Наоборот, каждый тёмный адепт повторяет как мантру, что лишь тёмная сторона силы сделает тебя сильнее, и никак иначе. Какой смысл давать своим ученикам пищу для размышлений и повод для отторжения тёмного учения? Переходы от тьмы к свету были, и не единожды, если кто-то не знал. Эта идея не нова во вселенной «Звёздных войн». Она уже была озвучена Палпатином в третьем эпизоде, когда он пытался склонить на свою сторону Энакина. Если человек понимает, что огромный мистерий, он должен изучить все свои аспекты. Весьма сомнительный аргумент. Не нужно даже читать книгу Месситхов, чтобы понять, о чём речь, хотя я бы всё же настойчиво рекомендовал это сделать. Книга интересна и неограничена хронометражем. Там склонение Энакина ко тьме показано куда более тонко и последовательно, нежели в фильме. Я думал, это очевидно, что Палпатин говорит так лишь для того, чтобы подстегнуть юного и, давайте будем честными, откровенно глупого джедая. Во всяком случае, оглупевшего на фоне творящегося в его жизни бардака. В контекстной адаптации эта фраза звучит примерно так. «Да-да, ты молодец, ты сильный джедай», вроде как. А вроде как и нет, видишь, даже сил не хватает жене помочь. А вот если хочешь стать поистине сильным, нужно ещё и тьму изучить. А то свет это замечательно, но нельзя же быть таким ограниченным. То есть это просто агитка. Всё общение Скайуокера с Ситхом в тот период пропитано такой агитацией. Древний адепт Тёмной стороны Силы, очевидно, обладает такой мощью и такими знаниями, которые позволяют ему жить очень долго или даже возвращаться из мёртвых. В кадрах со съёмок Пробуждения Силы можно было разглядеть, насколько изуродован он был Сноук. Однако сейчас он выглядит не так уж плохо. Он как будто восстанавливается. Его шрамы затягиваются, и лицо уже не кажется таким ужасным. Он может питаться жизненной энергией других людей, и уничтожив систему планет Хосниан в Пробуждении Силы, он сумел продлить себе жизнь и улучшить своё состояние. Ведь, как говорил Палпатин, Ситхи умеют то, что кажется ненормальным. Дёмная сторона Силы открывает путь к таким способностям, которые кое-кто считает неестественными. Откровенно говоря, я понятия не имею, выдумывал ли автор этот тезис, что Маус Ноук стал сильнее от этого, или же это правда. Искусство продления жизни не было изобретено Плэгасом. Этим промышляли ещё Дарт Андедду, Датка Грауш, Дарт Теневрус, и, наверное, всё. Больше никто. То есть четыре с половиной Ситха за всю их ста тысячелетнюю историю. Каковы шансы, что Сноук умеет так же? И каковы шансы, что всё это время он, будучи Ситхом, а никак иначе быть не могло, если он использовал такие навыки. Так вот, будучи Ситхом, он просто следил за галактикой тысячелетиями, даже не пытаясь хоть как-то действовать, хотя поводов было предостаточно. Да один только Роусан чего стоит. Дарт Бэйн был тайной вообще для всех, его выживание – это случайность. Тёмное Братство Каана уничтожено, джедаи истрёпаны так, что добить их не составит труда столь могучему Ситху, такому как Сноук. Чего же он не показал себя? И почему показал именно сейчас, когда все его завоевания превратились в копошение на задворках? Тут некоторые сразу скажут, что он же тогда ещё не был придуман, когда это всё писалось. Ну, понятное дело. Но талантливые сценаристы должны, по сути, подстроить персонажа под лор, а не лор под персонажа. Ну а что до речи Палпатина, это то, о чём я только что говорил. Это толстый намёк Энакину, что Ситхи не такие уж злые, и что лишь тьма поможет ему спасти Падме. Но Сноук не Ситх. Пабло Хидарьго подтвердил, что в пробуждении Силы не было Ситхов, так что Сноук вероятнее всего Джедай, и не обычный Джедай, а самый первый Джедай. Утверждение, что любой адепт Силы, не являющийся Ситхом, Джедай, в корне неверно. Адепты были и будут всегда, и далеко не все из них считались Джедаями или Ситхами, обладая при этом чувствительностью к Силе. Ситхи Акалиты – это не Ситхи, ибо Ситх – это не просто Джедай, павший во тьму, нет. Ситх – это учение, это философия, это традиции, это воззрение на мир, а уже только потом – Красный Световой Меч. Также по галактике ходило полно умевших направлять силу существ по тем или иным причинам, не ставших Джедаями. Например, во времена Галактической Империи. А утверждение, что Сноук именно первый Джедай проистекает из неверных выводов выше по течению. Ну, допустим, он Джедай. Почему именно первый? Почему не второй, не тридцать пятый? Наверное, потому что так пафоснее и только. На мой взгляд, это слабый аргумент, хотя многих без сомнений он приведет в восторг. Как я уже говорил, тема баланса ключевая в этом эпизоде. Позади Юка в этом кадре можно увидеть значок, который похож на инь-янь, означающий баланс. И продолжая эту тему, Сноук является противоположным, сложностью того самого последнего джедая из названия фильма. Я, может быть, как-то невнимательно смотрел, но какой еще баланс? Джедаев нет, темная сторона верховенствует, неважно, Ситх, Сноук или нет. Где здесь баланс? Весь эпизод пропитан безнадегой борьбы хороших против плохих. Насчет знака на полу, ну да, являясь фанатом темных душ, я понимаю, до какой степени иногда хочется натянуть сову на глобус, однако не до такой же степени. Если этот храм строили не серые джедаи, а это точно были не они, то о каком балансе может идти речь? Да, несмотря на то, что российские локализаторы подхватили идею в множественном числе в названии, в разборе первого тизера я привел несколько аргументов в пользу того, что последний джедай один. Само анонсо в сети не умолкают споры относительно значения этой фразы The Last Jedi. Так как в английском языке слово джедай не склоняется, и множественное число равнозначно единственному. Большинство теоретиков и фанатов решили, что The Last Jedi это множественное число, и локализаторы по всему миру подхватили эту идею, назвав фильм Последние джедаи. Однако сам Райан Джонсон в рамках Star Wars Celebration ответил на вопрос журналиста из издания ABC такой фразы Забавно, когда мы анонсировали название эпизода, я даже не думал об этом. Мне вообще этот вопрос кажется довольно глупым. В моем понимании это единственное число. То есть сам режиссер, зная сюжет фильма, говорит, что это название для его понимания является единственным числом. Значит очевидно, что это так и есть, и в фильме будет лишь один последний джедай. Но почему Райан Джонсон сказал, что это лишь в его понимании? Ну, здесь все просто. Это название было придумано сценаристами задолго до того, как он сел в режиссерское кресло. Судя по тому, что этот фильм является прямым продолжением Пробуждения Силы, он начнется буквально с той же секунды, на которой закончился предыдущий эпизод. То эти два эпизода можно рассматривать как один фильм, разделенный на две части. И если соединить название двух этих частей, то получится многозначительная фраза The Force Awakens The Last Jedi, что переводится как Сила пробудила последнего джедая. И это Юг Скайуокер. Об этом нам прямым текстом было написано во вступительных титрах седьмого эпизода. Поэтому, вероятно, Сноук, противоположность Люка. Но оно и понятно, всегда должен быть злой антагонист. Зло в новых Звездных Войнах это всегда ситхи, поэтому вот вам злой Сноук, противоположность Люку. Что из такого особенного? Напомню, Сноук появился не в последний момент, да и Люк вроде не засыпал, чтобы пробуждаться потом. Если уж на то пошло, то он так и не пробудился, потому что эти позорные антиджедайские россказни от его лица не походят на некое пробуждение. То, что он хотя бы под конец решил сделать выход силы не характеризует момент как пробуждение. Скорее уж, как то, что его заела совесть. Или, что еще хуже, надо слить оригинальных актеров. На этом фоне, кстати, очень забавно то, что Лея до сих пор жива по лору, будучи мертвой в реальной жизни. Я искренне надеюсь, что это не от того, что ей теперь не нужно выплачивать гонорар. Первый джедай, который и основал джедайский орден, а затем, словно падший ангел Люцифер покинул его, узнав истинные возможности темной страны. Возможно, именно он разделил учение силы над вами и дал начало ордену ситхов, но был убит после того, как Дарт Бэйн ввел правила двух. Нет, возможно, по новому канону он и знает, но вообще, на данный момент эта роль принадлежит Фаниусу, насколько я помню, он же Дарт Руин, первый из 20 потерянных. Именно он впервые расколол орден джедаев и стал первым темным лордом ситхов. Что касается Бэйна, то он потому и основал правила двух, чтобы скрыть ситхов. Как же тогда Сноук мог быть убит, если о ситхах до первого эпизода с тех пор не слышали? Разве что Бэйн его и убил. Что до медленного восстановления, то в теории это возможно. Вселенная еще до своего перезапуска на пике жизненного цикла, так сказать, начала обрастать всякими откровенными магизмами и шаманством. Здесь перезапуск лишь усугубил ситуацию. Я шутил в прошлом ролике о том, насколько это бредово, о разделении души на две сущности, темную и светлую. Но откуда же мне было знать, что Беовэры уже тогда воплотили это в Дарте Ревоне? Я и раньше знал, что вся эта старая республика лишь качественная профанация. Теперь я лишний раз убедился в этом. Но его древняя сила помогла ему возродиться в оплоти, а не в виде призрака. И тысячи лет он был в тени, так как был слаб и медленно приходил в форму. И теперь, дождавшись, когда в галактике останется последний джедай люк, он, первый джедай, начал действовать. Ведь неспроста его орден именуется именно первым. Моментов для полного уничтожения джедаев было предостаточно. Времена Триумвирата самые лучшие из них. Дарта Бейна, кстати, еще в помине не было. Ситхи выродились в трех одиозных повелителей, убитых в итоге. Джедаи, как класс, уничтожены. Где-то на задворках в теории существует Вечная Империя. Вот он момент. Или почему не падение последнего ордена джедаев? Если Сноук так силен, он мог бы отнять власть у Сидиуса. Или хотя бы попытаться, а не прятаться. Что до названия Первый Орден? Ну, допустим. Допустим, Сноук это нынешний Дарт Руин. Допустим, подразумевается не только Первый Орден джедаев, но и Первый Орден Ситхов. Тут пока возразить нечего. Стоит также обратить внимание на сходство одежды Люка и Сноука. В этом кадре видно, что Роба Люка изнутри прошита точно такими же золотистыми нитями, что и Роба Сноука. Скорее всего, это одежда древних джедаев, и Люк нашёл эту Робу в храме на Ахтоле. Разве? Нашёл в храме? Это традиционные мантии джедаев. Даже если он нашёл её в старом храме, я сомневаюсь, что Сноук ходил в одной и той же мантии тысячелетия. Тут должна быть цветовой меч. И да, если в древнейшем ордене джедаев носили такие вот Робы, то я понимаю, почему Фаниус его расколол. Уверен, дело было в этом, а вовсе не в войне с ситхами. Да даже их короткие имена Люк и Сноук схожи и словно умышленно напоминают Инь и Янь. Красиво. Однако, на мой взгляд, сомнительно. И увы, на данный момент недоказуемо. Обратите внимание на то, что нам несколько раз в трейнере показывали крупным планом механическую руку Люка. Как вы помните, он лишился руки на беспине перед тем, как узнал, что Дарт Вейдер его отец. Однако, технологии в далекой галактике позволяют создавать протезы, покрытые тканем. И раньше рука Люка выглядела вполне обычной. Куда же теперь подевалась ее кожа? Скорее всего, она сгорела во время пожара в новой джедайской академии. Люк пытался спасти древние книги вместе с журналом Уиллов, который мы, скорее всего, и видим в этом крупном кадре. Очень странно, что только рука сгорела, а стальная плоть осталась нетронутой. Ему бы после такого происшествия впору выглядеть как Сноук. Обратите внимание на то, что края его страниц выглядят обожженными. И, скорее всего, только в этих книгах содержится информация о древних знаниях о силе. И именно благодаря им героям удастся одолеть первого джеда. Только в них? Ну, я даже не знаю. Что ж, тогда Йода классно пошутил, спалив их. Вот уж удружил, так удружил. Это объясняет также и то, почему Люк произнес такую странную фразу. Учитывая, как Люк ведет себя весь фильм, а именно, как слабый, сломленный, старый нытик, эту фразу можно трактовать еще и как «Идите-ка вы всего троба, оставьте меня в покое». Тем более, что он и так рейпл фильма посылает. Очевидно, он понял, что джедайский орден сам по себе является источником тьмы, ведь даже его основатель стал самой сильной угрозой галактики. Поэтому Люк хочет раз и навсегда покончить с джедаями, оставив во вселенной «Звездных воров» их новую версию «Сумеречных», ну или «Серых джедаев», которым, возможно, фильмы придумают другое название. Ну да. Оригинальный Люк не был идиотом. Он понимал, что учения джедаев не являются источником тьмы. Падение во тьму может быть неконтролируемым, да, но для того, если что, учения джедаев в том числе и существуют. Только дурак, показанный в восьмом эпизоде, может верить в то, что если не будет джедаев или ситхов, всё станет хорошо и спокойно. Ага, вот ведь никто не догадался за столько тысячелетий до этого. Дарт Трея видел источник бед в самой силе, но её доводы выглядели доводами старой и мудрой женщины, уставшей от всего. А тут новичий инфантильный старик. Неудачи всегда были и будут, а галактика без джедаев это тирания ситхов и никак иначе. Так вот, скорее всего, Люк, как и Йода, в третьем эпизоде потерпел фиаско и отправился в добровольное знание на Ахто. И в спасенных им книгах, а именно в журнале Уиллов, узнал о том, что изначально джедаи не разделялись на тьмой свет, а всегда балансировали между двумя сторонами, будучи своего рода сумеречными или серыми. Потому-то Сноук и уважает оба аспекта силы. Люк, осознав важность полных знаний силы, изучил темную сторону и обрел в себе баланс. Именно поэтому на постерах мы видим его в двух вариациях, в темной робе и капюшоне и в светлой робе без капюшона. И в фильме нам предстоит увидеть как его жестокость, так и смиренную мудрость. Финальные доводы базируются на неверных, на мой взгляд, посылах, о которых я говорю уже битый час, поэтому спорить с ними по существу сложно. Я лишь еще раз скажу, что Люк в восьмом эпизоде не выглядит ни мудрым, ни жестоким. Он выглядит сломленным, потерянным, беспомощным, жалким. И лишь в конце пытается реабилитироваться, что стоит ему жизни. Все книги уничтожены, последний обученный джедай мертв, Орден джедаев более не существует. Очень обдуманный и взрослый поступок. Что же, это все доводы теории, что были в этом ролике. Напоследок могу лишь сказать, что зная Дисней, вполне возможно ожидать любую муть с их стороны, в том числе и перекраивания канона. Может, они с легкой руки выкинут всех руинов, всех потерянных, все первые, вторые и прочие гиперпространственные войны и ведут неких изначальных серых джедаев, сделав теорию реальностью. Я бы даже не удивился, как не удивился бы и другим идиотским ходам. Индустрия крутится, деньги мутятся. Последний фильм, который о Хане Солу, не только для меня стал последней каплей. В тот момент многие начали роптать, Дисней даже обиделся, вон, морду скуксил, мол, мы-то вам еще полтора десятка фильмов готовили, а вы, тварь, неблагодарные. Ну, что тут можно еще сказать? Как по мне, Сноук, это не первый джедай, это последний гвоздь в крышку гроба прекрасной некогда вселенной. Режиссерам придется очень постараться, чтобы переубедить меня и многих других фанатов оригинала в обратном. Только вот оно им надо, деньги капают, остальное тлен. Я вот сейчас вспомнил, что так и не дочитал книжку «Темный повелитель», рассказывающую о становлении Дарта Вейдера. Пойду дочитаю, а перезапущенная вселенная пусть катится в бездну. Редактор субтитров А.Семкин